Танкисты, всем привет, всем хорошего настроения, приятного просмотра. И на самом-то деле я сегодня к вам с хорошими новостями, потому что СТБ-1 в обновлении 10.3 будет действительно крутым танком, и я постараюсь в этом коротеньком видео, 10-15 минут, постараюсь объяснить, почему я так думаю. Ребят, обо всем поподробнее, если вы, конечно же, не сталкивались еще с тем, что смотрели ребалансы грядущего обновления, то я здесь для того, чтобы рассказать вам. Итак, что мы знаем про СТБ-1? Великолепный танк с минус 11 градусами склонения орудия, с крепкой башней, с иногда танкующими бортами и с регулярно танкующим верхним бронелистом. Шикарная машина для того, чтобы нагибать рандом. И если бы не ветка, то СТБ-1 идеальный танк для того, чтобы попробовать себя в качестве СТ-вода в первый раз. Итак, что у СТБ на данный момент времени? Время перезарядки 6,48 секунд. Будет, внимание, 5,52 секунды, то есть практически как у средних танков советской ветки исследований. То есть практически на секунду КД этому танку делают быстрее. Дальше. Основной тип боеприпаса у этого танка ББшка, который на данный момент времени имеет Тальфу 350 единиц. Да, на 20 единиц будет хуже, то есть мы с вами в текущем обновлении имеем 350, будем иметь 330 единиц среднего урона. Сейчас у СТБ кумулятивные снаряды имеют среднюю Альфу 300, но будут иметь 320, пацаны, и кумули будут теперь ББшками премиумными. Это мега круто, ребят, я вам несколько раз уже говорил об этом. Самый крутой тип снаряда в этой прекрасной игре это голдовая ББшка, которая будет иметь СТБ-1. Народ, вдумайтесь, в обновлении 10.3 ты можешь просто полностью боекомплект загрузить голдой. Ну, Альфа у голды составляет 320 единиц, что всего лишь на 10 единиц будет меньше, чем основная ББшка. И не знать проблем не в принципе с пробитием, потому что с пробитием нам ничего не делают. Да и от Альфы обычной ББшки не слишком сильно будет отличаться. И кстати говоря, ребят, сейчас все японские танки, ну, в обновлении 10.3 и в последующих обновлениях будут иметь голдовую ББшку. Это очень круто. Хорий уже имеет такую ББшку. Тайп-71 и СТБ-1, ну, этой голдовой ББшкой скоро обзаведутся. Итак, дальше. Осколочно-фугасный снаряд сейчас имеет Альфу 400, будет иметь 380. Да, ребят, немножечко ухудшится вращение корпуса на месте у СТБ-1, но я думаю, что переживем, ничего страшного. Итак, теперь самое интересное, ребят. ДПМ танка на данный момент времени составляет 3239 единиц. Внимание, будет составлять 3586. Вы понимаете, как круто, ребят, будет играть сейчас на СТБ. Да, возможно, вы скажете, что от Альфы 350 возможно и проще, и я с вами не могу не согласиться. Но извините, пожалуйста, 330 единиц вообще-то будет у СТБ не 300, там не 280, а всего лишь на 20 меньше. Но зато будет голдовая ББшка и будет перезарядка 5,5 секунд. Мега круто, вот за это огромное спасибо. Поэтому сейчас-то СТБ-1, наверное, один из самых лучших средних танков на 10 уровне, наверное, наряду с Леопардом. Ну, Леопард сложнее. Ну что, ребят, я думаю, что самое время выкатить СТБ в рандом. Мы, в принципе, уже самое основное обсудили. Как сейчас, как будет. Я думаю, что вам уже стало нагляднее и хотя бы немножечко стало понятнее, что будет. Ну что, вперед. СТБ-хо прекрасный танк. СТБ-1 из, наверное, моих любимых средних танков на 10 уровне. Но вот веточка... Я осознаюсь, в свое время я прошел СТБ, ребята, за свободку. Ну, то есть ветку СТБ за свободку. И, по-моему, немножечко я поиграл на девятке. На то время, кстати говоря, не апнуты еще по ДПМу, по засвету. И, в принципе, в принципе, тайп неплохой. Так. Ну, поехали направо. Аккуратно только. Очень аккуратно надо будет. Там ВЗ-132-1. Кто еще? И ТВП тоже. 6,5 секунд, ребят. Скоро будет 5,5. Это, конечно, действительно круто. Я рад. Молодец. Молодец. Угу. Галдэх у меня неплохой. Вот это была обидная плюшка. Обидная. Но зато посмотри на 754, пацаны. На 754 с поджогом это вещь. А здесь, знаете, что нужно опасаться? Притаившихся ПТ. Там две я уже вижу, но там еще одна. А этот, ну, этот 100% сваливает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Фух. А! Аббшка, трикошетила черва? Окей. Как скажете. Блин, ну, здесь самое главное еще успеть настрелять. Для меня это немаловажный фактор. Блин, ребята, СТБ это что-то с чем-то. Качайте СТБ, не жалейте. Но, знаете, что я вам могу сказать? Не пожалейте свободочки. Ну, хотя бы на модуле. И так ветка сложная. Хотя бы на модуле. 2200 там с поджогом что-то вырисовывается. Блин, мне прям повезло со своим этим напарником на СТ. Не знаю, не спрашивайте. Я не понимаю, как. Ладно. Ребят, тут особо без настрела. Но! Спасибо, ребят, за подписку. Но зато победка. Первый бой, победа. Я думаю, что во второй каточке, может быть, получится чуть-чуть больше настрелять. Но здесь, кстати говоря, за счет поджога должны около трешки сделать. Ну, 2945 это на самом деле очень посредственно для СТБ. Но турбобой, ребят. 7-1 счет, по-моему. Турбач. При том, что вот ТВП, хоп, посмотрите, трешку дала. 47 процентов. 47 процентов. Только вчера обсуждали вот этот момент, когда даже 40-процентные игроки на ТВП делают нормальный настрел. Это, возвращаясь, ребят, к вопросу, почему ребалансят танки, да? Ну что, во второй бой. Еще даже, кстати говоря, урон с моей помощью там полторы тысячи, по-моему, было. Так, здесь тоже ТВП. А там одна СТ. Смотри, с одной стороны, там девятый уровень, с одной стороны мы можем поехать в поле. Но в поле может оказаться К-91 и под прикрытием во флип, потому что они во взводе. Здесь нужно очень аккуратно. Просто вот проблема этого поля в том, что, блин, с него, с него реально, если тебя в кат, ты сегодня не уедешь. Тут куча прострелов. А зачем ты в команду противников это пишешь? Я понял. Тут все будут, я понял. А нет, смотри, они в центре, в центре вообще поехали. Уже свечусь. Уже засветился. Блин, долго я, конечно, туплю, ребят, соображаю. Но я не понимаю, где ПТ. Я не могу вот так вот смело ехать. Вот, ребят, наш командир уже отлетел. Нет, побицы. Хотя бы одна из Т видна. Ладно. Потерпел бы, пробил бы Тайпа. Попал бы хотя бы в него. 0-2. Тут, конечно, и я ничего полезного пока не делаю. Блин, изначально у нас неплохие позиции, ребят, были. Вот, ну, согласись. Изначально вообще неплохие позиции. Как мы там слили им так жестко? Попал бы. Пробил. Как? Полное сведение, алло. Пацаны, не расстраивайте меня. Нет, вот это смешно, конечно. Пробил. Есть пробитие. Усеницы повреждены. Шанс разрыва увеличен. Готов. Если что, он меня забирает, ребят. Так, а кто там? Кто там? Объект 752. Не понимаю просто, где 752. Только видел его. Все вижу. Хорошо. Слушайте, ну, в итоге, немножечко посейвился. Немножечко подождал. Соглашусь с вами, кто пишет сейчас гневный комментарий. Да, немножечко отыграл в крысу. Ребят, но вы, ну, вы видите, какие бои. Ну, ну, сложно, вот, например, очень сложно играть в такой эсте, как, как ТВП, который едет, говорит, едем в город. 48% он еще совета кому-то раздает. Едем в город, ребят, едем в город, он говорит, и с нулем отлетает. Ну, как это возможно? Да, вот, изначально, ребят, соглашусь, может быть, слишком сильно пересейвился. Но в итоге 5500, ребят. 2900, 5500. Я думаю, что это видео точно заслуживает от вас лайкос и, возможно, даже подписки. Огромное спасибо, ребят, за то, что посмотрели это видео до конца. Вот прям сейчас поставили лайк, ну, и написали какой-то позитивный комментарий. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok